Социальная сфера Щёлковского района достигла новых высот. На ежегодном собрании в районной администрации подвели итоги работы отрасли в 2017 году. Говорили о проблемах и успехах в сферах образования, культуры, спорта, молодёжной политики и социальной защиты. В прошлом году в районе ввели в эксплуатацию три детских сада, капитально отремонтировали и переустроили семь групп в четырёх учреждениях. Охват малышей дошкольным образованием за год вырос более чем в полтора раза. Количество детей постоянно растёт. Чтобы успевать за рождаемостью, требуется строить детские сады и ясли. Сегодня стоит новая задача – ясли. Президент уже поставил эту задачу, ему уже над ней работаем, потому что объявлено было всем недавно, Дмитрий Анатольевич Медведев, что 85 миллиардов рублей в этом же году выделено. Детский сад номер 59 «Золотая рыбка» признан лучшим в районе. Входят в первую десятку в Московской области. В двух его корпусах обучаются 465 малышей. Успехи заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Александра Филатова отмечены благодарностью главы района. Преобладающим это стало достижение не только наших сотрудников, педагогов, но и воспитанников. Это охват детей платными образовательными услугами. Это оценка нашей деятельности родителями, воспитанников. Достижением года стало открытие классов технического творчества. Еще в прошлом году дополнительные занятия посещали единицы. Сегодня охват детей достиг 60%. В Московской области этот показатель не превышает 50%. Набор класса компьютерной графики и дизайна, художественного фото, основ кинорежиссуры, монтажа, предметного дизайна, цифровой фотографии ведется постоянно, а с недавних пор через интернет по единой информационной системе. Событием года стало открытие в Щелкове перинатального центра. В 2017 году, не без помощи и опытных врачей, в нем появились на свет 1019 малышей. За неполный январь – 241. За массовое привлечение медицинских кадров в учреждения району достоин премии губернатора «Прорыв года». Важным направлением в молодежной политике было и остается временное трудоустройство подростков. В сфере культуры Юрий Родионов назвал достижением в соответствии стандарту деятельности библиотек. Теперь их могут посещать люди с инвалидностью. Поэтому показатель район находится в первой десятке муниципалитетов. Щелковский район подводит итоги работы социальной сферы в 2017 году. По ряду показателей муниципалитет вышел лидером. Так, по количеству стубальников Щелковскому району нет равных в Московской области. Ну а центр ГТО Щелковского района признан лучшим на уровне Российской Федерации. Щелковский район вырвался вперед по темпам обеспеченности жителей спортивными залами. 88% от полной потребности. В них по минутам расписаны соревнования и тренировки. Загруженность превысила 105,5%. По загруженности спортивной инфраструктуры. В рейтинге 50 эффективности органов власти. Наш район на пятом месте в области. Тренер по футболу Александр Волосков за два года собрал вокруг себя 60 мальчишек, увлеченных популярной игрой. За организацию с нуля областного зимнего первенства спортшколы Александра на итоговом собрании отметили благодарностью главы района. Когда детишек маленьких приводят, 6 лет, да, конечно, замечаешь, как они растут, как развиваются их спортивные достижения. То есть неумелые детишки, которые и двигаться толком не умеют, а в перспективах вырастают настоящих футболистов. 115 руководителей учреждений, педагогов, тренеров получили почетные грамоты и благодарственные письма главы района и Московской областной думы. Церемония награждения продолжалась без перерыва 40 минут. У нас много главных достижений. Есть разные достижения. Но есть, я еще раз говорю, результат, который говорит о том, что вся социальная сфера – это такая своеобразная гвардия гражданского общества, Челского муниципального района. У него возлагается самая ответственная задача, самое ответственное поручение. И самое главное, чем она занимается – это воспитывать человека будущего.